Улица Горнятская Первый Горнятский переулок Я на камерах Нет, конечно, у вас тут красиво, цветочки, просто чудо Флоксы Фотоаппарат Саш, фотоаппарат хотел Ой, смотри, какая кошка, глянь, как она висит, интересно Это Масяня Масяня, ой, какая шикарная Глянь, хвост-то какой Моей жене подарили, когда она в санатории была в Алексине Она была вот такая маленькая Кошка ее бросила, перестала кормить молоком У нее пузо все лысое было А вот сюда приехали Привезли, это сосед у нас, соседка ветеринар Она сказала, что надо сделать И вот она такая вот пушистенькая оказалась А молодой человек-то не изменился практически Только посидел, правда? Мы только вчера, мама показала Ты помнишь, говорю, Валерку Бессонова Я говорю, ну смутно помню А достает альбом на 50-летие юбилея 55-летие И там вот, значит, вы Жасмин какой большой, посмотри Надо же Ой, что это на меня лежит? Мася, 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 Аня Она тебя помыть хочет Она видит, ты с дороги Она чувствует, что ты с дороги Мамуль Ну ладно, мы не к кошке приехали Ага, сейчас Сейчас я еще жене позвоню Зой, ну я маму Оле и сказал Она дома Если вдруг отойдет Буквально на 3 минуты до магазина Ага, а это Саратовцы приехали Вот, только-только Ну да Так, все Это вот вы здесь живете уже С 58-го года, с 14-го декабря Проходите С моего рождения года Как раз мы тогда не знали, что это праздник такой 14 декабря, день освобождения узловой Да, да, да От немецко-фашистских захватчиков Вот, но потом стал праздником Здесь, ну конечно, квартира-то отцу была предоставлена Здесь, почему он называется буржуйский Потому что вот эти 5 домов первых в декабре были сданы в эксплуатацию Сейчас Сейчас Я слушаю Бандук растет Бандук растет Смотри, видишь Вот такой спираль Бандук Ствол Стирой, видишь, спиралька идет Это бамбук Это вот так специально Да, слушаем Нет, он сам такой растает Да, да, конечно Сам Понял, понял, хорошо Странно Двуупрямой Да хорошо, хорошо Делать Вообще тоже так много Ну, одни руководители Директора шахт Вернее, начальники тогда назывались Ну и мой отец был руководителем Специализированной организации Поэтому А потом, конечно, когда дома оформились Тут несколько квартир было для рядовых Шофер жил, плотник жил Там еще семья многодетная была Вот, поэтому буржуйский поселок Ну, на то время Сейчас-то, конечно, жилье такое очень скромное А с прислательным участком Я Катя Это Катя, моя жена Это ее сестра Ирина А, очень приятно Да Ну что ж, показываю видеоотчет А, сейчас я чайник включу Да нет, не стоит Нет, ну Ну, сейчас увидим Ну, буквально, ну, хоть чеку потрите Ну, давайте чеку Кухонька Сейчас я пройду на кухонь О, здесь еще комната О, еще комната Здорово Здорово Только от окна Вот так Оттуда встань От окна От окна А детишки? Да, одна старшая Катерина Сейчас я фотографию покажу Ага Ага Да где-то эти пленки есть А я особо у них не лазу Старшая дочь Катерина Вот с мужем только приехали Были Населенный пунктовой такой В районе Топцы Ну, конечно Ну, дальше Ирина Ага Ну, вот она Сейчас отдельно живет тоже Она не замужем пока А старшая дочь с мужем На Красной Узловой У нас есть такой микрорайон Красная Узловая А нам Зашульчик рассказывал Ну, мы им проезжали сейчас, да А там были на Морзовой? Были Мы на АДС проехали И там в Морзовод Никого, это мама говорила Это с брючком Умерли все И сама умерла? И сама Почему она умерла раньше, а он позже Она умерла полтора года назад И там ее Ленчик оден Я говорю, а ты, Лен, знаешь Валерикова, я знаю, конечно О, ну, как же, мы же, он наш заводит Он что-то оттуда уволился уже в каком-то Он на пенсию ушел В течение Да? В качестве кого он уволился уже Он говорил Понятно, он куда-то уходил Я сейчас не помню Не знаю Миша-то Нет, не Миша, я про Леню говорю Про Бечка Нет, я знаю Дело в том, что у меня друг Миша А Миша был у него начальник Ага Поэтому я говорю, Миша лучше знает, куда он ушел Я как-то, мы с ним не так тесно Ну, а то, кто по работе, конечно Поперлись через Липецк Да, далековато получилось Много километров бы намотали А как раз там было две отварии с трупами И мы там проторчали очень долго А я думаю Я, правда, сейчас так сразу Дорогу писать Я думаю, мы по Волгоградке Поехали Ну, мы через Минуй Домбов Поехали в Борисоглебск Это Домбов А потом на Липецк А обратно мы хотим через Рязань ехать А что, на север по Пёрли, по Московской М4 М4, да? А, ну, это, Москва-Дом Который, на Воронежской Да, да, да А, уже на Воронежской Да, да, да На Неваре Сейчас я скажу Вот, Липецк заканчивается Липецкой областью Перед Лобановым Сейчас Становое, что ли Становое Вот там есть Екатериновка Потом Становое И вот там Да, ну, авария ужасная Мы там в пробке стоим Чёртся скует Мы на его могиле Вот он с нашей Соней Раиса Ивановна, помните? Младшая, да? Младшая, да? Раиса Ивановна, помните? Да, да, вот я хотел Вот такая она была Умерла Когда? В 5 января 6-го года В возрасте 90 с небольшим лет Ну, почти 90 с половиной ей Да, почти А я как-то, когда с мамой разговаривал Уважаем это Все как-то Вика Данией Старший наш А, это Даниил Да, да Даниил А, это? Софья Ну, Соня Ну, Соня у нас красавица Она вот такая у нас Вот все семейство Я там оставлю Ну, это, в принципе, я сделал для вас Ну, это хорошее, очень хорошее Да Вот давайте-ка так Чтобы не повторяться Вот это я вам отдам Вот это, естественно, я отдам Да, это хорошая поворотка Вот это мамуля Ну, вот, что еще? Ну, собственно Что у вас здесь? Ну, Раю отдай Да, ну, Раю это что-то Вот с отцом вот этот хороший Да, вот этот можно Ну, и вот эту, если можно Можно Такая и есть Да, такая и есть И такая есть Да Это в самом Саратове, да? Да Да Нет, спасибо Соня Оставлю Такой остается Спасибо за хорошие Оставатели А я, когда вчера Это случайно Я сначала трубку Такого брать Думал Последний день отпуска Не дай бог сработать Мне это Что-то Мне по сотовому Что-то А, чайник Сейчас немножко Я три недели только Удалось мне взять Потому что Глава уходит С понедельника В отпуск И поэтому Он Сходит в отпуск Потом я остальные дни Догуляю Поэтому Давайте я сфотографирую вас всех Сейчас Я немного переодел А, ну да Попытаюсь Да Книжек Смотри, как здорово Как много Я туда не этой Никуда не налила Никуда не налила Никуда не налила Мы сейчас С Валерой Николаевичем Чай садимся пить Канка Ну Это Можно сюда поставить Угу Чё Чего, а? А, чё-то Вы собирались Отослать? А, да Не забыть Не, не Я сейчас Нет, сейчас прям Всё, он побежал Угу А, на центральной площади Здесь Знакомые встретились И мы с ним Ещё Ля-ля-ля-ля Приходим туда Да, около 10 вечера Наверное уже А те Говорят А чё это вы пришли Жена Говорит Да вот Кто вас привёз Она говорит Да никто пешком Как Вы оттуда пешком шли Она говорит Да пешком шли Вот Ну а утром Катюшка родилась Моё старшую Катерину зовут А младшую Ирина А младший сколько лет? А младший 24 А старший 27 будет А, 27 А внуки-то есть у вас? Да нет Пока нет Нету? Да И вот Старший Работает По Специалисту По технике безопасности Гражданской обороне Чрезвычайным ситуациям Пожарной безопасности И прочее Хотя Закончила она Новомосковский институт По специальности Сертификация И Метрология Вот это Сейчас Вроде бы Когда поступало Там Такие были Заверения Что это Специальности Да В мировом значении Это На Западе Допустим Это ценится Ну может В больших городах В Москве Но у нас здесь Просто Применить Не требует Тем более Машзавод Практически нет Ну Про Машзавод Это отдельно Сейчас я Для того Чтобы Это Ну и Младшая Вслед за ней У них Три года Разница Она Пошла Вроде По стопам И вот Казалось бы Одна и та же Специальность Один и тот же Институт Но абсолютно По разному Требования были Даже В смысле Заданий И вот Настолько Катюшка Как-то училась Иринка Училась Она Приезжала Во-первых Очень поздно Где-то Около Шести вечера И часов До Двенадцати Заданий Просто К следующему Дню Надо было Как в школе Как в школе Это у них Настолько На прошлое Думано Что же Это С такими Знаниями Тут на расхват Будет Ну куда Ни туда Ни сюда И в общем Работает Она сейчас Судебным приставом В отделе Судебных приставов Ой Надо же Как интересно Не имея Юридического Образования Да Ну Честирование Прошло Высшее Образование По федеральному Закону На такую Сейчас Вот Ей скоро Лейтенант Присвоят Значит Будет Она Вот Да А тестирование Все экзамены Прохода Сначала Честирование Было А потом Экзамен Был В Туле У них Отдел Кадров В Туле И прочее А Отдел Судебных приставов Здесь Находится В центре Города Где у нас Центральная Большой там Телеграф Напротив Памятника Ленину И вот Здесь Вроде бы И Ходить Недалеко А мэрия Где Тут же Мэрия Где Сейчас Там же Где Было Трехэтажное Здание Сзади Памятника Ленина А у меня Пятый кабинет На первом этаже А что Мы сейчас Проезжали Кинотеатр Бывший Юность Вообще В таком Упадке Это что Там Что Супор Снос Что Нет Дело В чем В прошлом Году Наш Районный Глава Администрации Он Принял решение О реконструкции Ну Крышу Более Менее Отремонтировали И эскизный Проект Был И прочий Специальная Организация Была Уже Все Договоренность Друз Приезжают Мисквичи И Уговорили И Даже Это Рассматривалось На заседании Думрайонной На 49 лет По-моему В аренду Мускайчам Отдать Они Это Здание Переделывают Настраивают Третий Этаж И делают Молодежные Игровые Развлекательные Центры Там И Шары Катать Там И Они Уверяли Что Все С февраля 2006 Года Начнется Это Все Работать Вот Сейчас Уже Август Даже Проект Пока Не Показывает Я Спрашиваю Как А Заключили Какие Сделки Да Ничего Ничего Только На словах Все Устно Да Все Они И Самое Интересное Я Во-первых У нас Есть Отдел Строительства Архитектуры С ними Никаких Контактов А Потом Я Говорю А где Инженерно-динженераторские Работы Потому Что Третий Этаж Надо Отстраивать Они Не На Эти Стены Хотят А На Дополнительные Опоры Самостоятельные Как Это Что Объяснить Никто Не Может И Самое Главное Опять Своих Слов Потому Что Официального Ничего Нет Что В Петербурге Какой Проект Институт Головной И Плюс Еще Пять Подрядчиков К Институту Где То Что То Здесь Вот Когда Поедете Обратно Когда А Вы Вы Уже В Это Время Нет Нет Здесь Вот Когда Зенитку Проезжаешь И Сейчас Вы Поедете На Зенитку И На Мосты Потому Что Вам На Новомосковск Надо Будет Уходить Так А Новомосковск Он Еще Северный Мы По Садово Поедем Да Ну Сначала Опять Вы На Горбольницу Вы Едете По Садово Увидите Зенитку И На Зенитку Через Два Моста И Вы Выходите На Новомосковск А Вот Если Прямо Поехали Будет Здесь Микро После Зенитки Мы Повернем На Право Да Вы Прямо На Зенитку Она Зенитка Прямо Перед Мостом Стоит Что За Мост А Там Два Моста Через Железную Дорогу Поняла Мы Проезжали Это Не А Вы Не Раз Мы По Мосту Узловые Мы По Другому Сейчас Въехали Правильно Потому Что Вы Ехали Со Стороны Воронежской Трассы Или Дон То Мы Заблудимся По Садовой Пилить 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 И Увидим Зенитку Да А Здесь Сразу Вы Увидите Кольцо Большое И Вправо Сразу Увидите Зенитку Перед Зениткой Памятник Зенитчицу И Сразу Вы Делаете Вокруг Него Не Вокруг Него Сразу Вправо На мост И Сразу И Мост Увидите Дорога На Новомосковск И Все И Так Вы Объедете Узловую С Северной Стороны А дальше Там Еще Одно Кольцо Увидите На Том Кольце Уже Влево Мимо Кольца А Вы Когда Я Не Заметили Или Нет Когда Ехали Со Стороны Воронежской Въезжали Такой Здесь Микрорайон Горнецкий И Уже В конце Его С Правой Стороны Походу Когда Вы Уезжали Двухэтажное Здание Тоже Стоит Без Окон Без Дверей Это Бывший Кинотеатр Спутник И Вот Он Уже Стоит Сколько Лет Это Частная Собственность Чья То И Она Уже Поменялась Где-то Далеко И Она Уже Третья Из рук Руки Переходит И То Одно Обещал То Другое А здание Стоит Разрушается Не дай бог Купили А сейчас Перепродают ДК Машиностроительные Заходились Туда И общались Даже С Неким С Алексеевым Владимир Владимирович Как его Владимир Владимирович Алексей Увидели Чего Да Мы С утра Первым делом Зашли У нас Саратове Есть Абсолютная Копия Абсолютная Копия Ну Проект Клон Да Ну Клон ДК Менялся ДК Менялся Менялся Там Масса Была Всяких Культурных И Кружков И Секции Музыкальные Школы И Библиотеки И Кружки Четок Там Не Была Ну Его Выкупил Некий Элвис Это У нас Есть Такая Просто Какая-то Гипер Гипер Корпорация Богатейшая Которая Торгует Автомобилями Строит Дома Они Выкупили Весь Этот ДК Мир Вот Вот Эту Хрень Которую Да Сейчас Там Салон Красоты Два Ресторана Вот Этот Зал Где На сцене Где зрители сидят Поделили пополам Горизонтально Горизонтально Представляете На одном Это Горизонтально На два этажа разбили В одном сделали Вот этот Шары катать Ну это внизу Видимо Скорее всего На машинах На машинах Катаются Вот дети Катаются На карте Катаются Да Ну в общем Мы его Прямо в оборот Взяли И там Моментально А вот у нас Получилось В центре города Рядом с администрацией Раньше там Мероприятия В юности Проходили Ну общие Районные Всякие там Не только совещания Но и Культурного характера И прочее А вот Завтра день города И одно из таких Элементов Праздника Как Счастливый случай Лотерейные билеты Заранее продают И прочее Отменили Почему? Потому что Эти материальные ценности Которые разыгрываются Их просто негде То это в юности Все Вручать Да Хранилось И прочее Рядом А то даже И нет Кстати Вот этот телевизор Это мы выиграли Когда 130 лет Узловой было Роллс Да И в этот В этот день Мы выиграли Три Вещи То есть Две вещи Этот телевизор Но это как Главный приз Мы конечно Не думали Не гадали Дочь выиграла Утюг Как его Симпсон Не Симпсон Да по-моему Симпсон Есть Да 1200 А выиграли Как Хлебокомбинат Продает Свои изделия И дает Такие Кружки Картонные С номером Половинку Она себе Оставляет Продает А это Как бы Лотерейный Билет И потом Уже эти номера Разыгрывались И вот мы Утюг Ну и Это Потом Как это Назовается Интеллектуальная Игра была Сначала Вопросник Был По истории Узловой Ну Жена Говорит Может Это Ответишь Я Да Вроде Ну Ладно Взял Эти Галочки Поставил Ну И потом Еще Мы Ходили Ходили И попал Да А мне Говорят Вы Полвосьмого Приходите У вас Шанс Есть Получить Приз Ну Ладно Прихожу А нас Семь Человек Таких Оказалось Ну И Чтобы Выявить Главного На сцену Подняли Здесь Сцена Стояла Ну Как Современные Сейчас Быстро Разборные Да Вышли Ну И там Блиц А И за Каждый Ответ Шетончики Такие Вот Я смотрю У меня Уже Десять Штук Думаю Ну Хватит Надо Остановиться Другим Не достанется Ну Брукгал Загифрон Мне Ух ты Однотомник Вручили А На Второй Вот Когда Уже Сто Тридцать Один Год Было Опять Жена Ну Да Дочь Ну Давай Опять Мне Приемник Уже На работе Чуть Побольше Вот Этой Штуковины Вот Ну Потом Я уже Не стал Думаю Ну Вроде Неудобно Ну А сейчас Должность Не позволяет Скажем Ну Что Ему Специально Гадочку Поставить Чтоб А У вас Сейчас Должность Заврала Первый Заврититель Глава Администрации Города Не района У нас сейчас И город И район Еще Дорогие районы А районы Узловского района Узловский район А я думал Узловая Поделилась На район А мы Чисто Город Наши Границы И вот Получается Городу Относится И раньше Называлось Поселок Пятый Пятилетка В районе Завода Пластика А теперь Это тоже Город И вот Это Раньше Называлось Поселок Горнецкий Это тоже Теперь Микро Называется Горнецкий А вы не член партии Нет Пока нет Нет Я был членом партии Коммунистической Понятно А сейчас что Билет На месте Ну Билет Дом Лежит Рядом С отцовским Одна Татца Туни Русси В КПБ Собралась Вступать А В ТОВ Да Так что Мы Прокоммунистические Настроенные Я помню Да Даже Лужков Правда Не всегда Выдается По средам Есть По ТВ-центру Лицом Городу В Москве Ну там Когда Лужков Когда его зам И он Все чаще И чаще В последнее время Что Как было Ну Что было То был Даже Вот Фродков Позавчера В правительстве Идет И говорит Надо молодежь Как-то организовать На комсомольские стройки Думаю Ну Сейчас Это совсем 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 Другое Не так это Не так это просто Ну а про Машзавод Что я скажу Моя жена Она работала Начальником техбюро Кранового цеха Это один из Крупных цехов Сейчас она За тем же столом На том же стуле В том же цехе Но уже в другом Да Должность только другая Ведущий теперь Технолог Потому что То был Открытый акционер Общество Кран Узловский машиностроительный завод Именно А теперь Закрытый акционер Общество Просто Без слова Кран Узловский машиностроительный завод И ее туда Позвали Конечно Людей Намного Меньше Но Было у нас Когда-то В хорошие годы Около Двенадцать тысяч Работало На заводе В две смены А в некоторые цехи Работали В три смены Такие Как кузнечный Литейный Термический И прочее Сейчас конечно Все Осталось В прошлом И все Что касается Горно-шахтного Оборудования Там вообще Никаких подвижек Ничего Вот только что С кранами Немножко И с конвейерным Оборудованием И вот Если Помнишь У нас Три здания На площади Как бы Где центральная Проходная Трехэтажная Старое здание Потом инженерный корпус Вот где я работал Ну я думал В заводе управления Или инженерный корпус Это инженерный Дирекция А рядом И рядом Учебный Там где А учебный Вот три Корпуса Вот теперь Всех выгоняют Из старого Завода управления В инженерный корпус Там будет банк Какой-то Из учебного В старом Заводу управления А-а Из учебного Корпуса Он четырехэтажный Тоже Всех Да даже Редакцию От металлиста Все В инженерный корпус Там тоже Как Банк Какой-то будет Не знаю Куда столько Банк Такие помещения И прочее Вот Но самое серьезное Здесь что было В прошлом году Все это Преобразование От новой То один Директор появится То другой И в конечном итоге Наступает июль И руководство Завод заявляет Что к зиме Оно не готово Котельная Не в состоянии работать А что такое Машзаводская котельная Ну ладно Завод Не работает И бог с ним А от этой котельной Питалась Южными Микрорайон Или так называют Как в народе Простоквашино Это туда По Дубовска В сторону Дубовки За седьмой корпус Весь Куйбышевский Микрорайон Это что Напротив дворца Когда спиной К дворцу Стоишь И вправо Здесь гигантский Массив Жилой Потом Район Треугольника Это Между Переездом Понятно Мы его Проезжали Сам дворец А там же еще Значит Седьмая школа Двадцатая школа Технику Поликлиника Сколько Четыре детских Пять детских садов То есть Они остаются Без горячей водой Да Он и горячую воду И тепло И отопление Все Я не сказал Все мы Ничего И вот тут Началось В общем Сравнивать Конечно Не совсем Удобно Сказать Не было Ночных Бомбардировок И дневных Но В таком Жутком Темпе Это все Пришлось Делать Две новых Котельных Ставить Современные Вот они Называются Блочные Модульные Котельные Значит 2,52 мегаватта Поставили Котельную Там В южном Микрорайоне Завод Отсекают Ну Ведь Это Вот так Я говорю Ну Да Да Это не хлеб Ножом Перерезать Я просто Технические Термины А заводская Котельная 300 мегаватт То есть Она По мощности Она полгорода Может обслуживать Ну А там Что Никто Ни коммуникации Ничего Ничего Не делал Ни с котлами Ничего И вот Тут Началось А ведь По нормальному Сначала Полтора года Проектные Работы Делают Ну Там Изыскательские Там Натышные По подачу Это Водопровода Одну Сделать Потом Запасную Подачу Воды И электричество Одну Систему Подать Запасную Систему Электричества Если Вдруг Чего Произойдет Среди Зимы Что Это Будет Здесь Конечно Господь Бог нам Помог Всем Теплая Очень Осень Была Но У нас Декабре Люди За грибами Ездили И в январе Ездили Люди За грибами Это Уникально Декабре Слово Девятнадцатого Крещения Люди Из Александрийского Вот это Да Это Вот В этом Горо Ну и У нас Тоже У нас Столько Вы знаете Я вас Перебью По области Столько Пересохло У нас Деревьев Потому что В этом Январе У нас Распускались Листья У нас Было Просто Жарко Катюнь Я это Видел По трассе То есть Целые Посадки В шахманном порядке Были Как вот Мертвые деревья Мертвые деревья Погибшие А потом В феврале Мороз И вот Здесь Пришлось Конечно Губернатор Здесь Помог Дал Деньги Нужные Тут И кредит Пришлось Брать И прочее И Приходилось Как Еще проекта Нет Вот на словах Приезжает Специалист И говорит Надо Вот сделать Тут И то Тут Делайся А проекта Нет Некоторые Документы Еще до сих пор Оформляются Потому что Это Людей Ты не Оставай Ты и прочее Она Там живет Фронтовичка Е85 лет Написали Путину Чтобы Дали Деньги На Фронтовичке Ну конечно Путин Не будет Отвечать Отвечал Наша Администрация Районная Вернее Не наша Городская Что на основании Таких Таких И в том числе 122 Закона Районная Местная Власть Ничего Не может Вот Тогда Они Сами Наняли Рабочих И они Вдоль Старого Фундамента Траншей Выкопали Они хотели Туда Новый фундамент И новую стену Дополнительную Но Так же Не делается Надо Частями Сначала Столбы Выставлять И прочее И оно Поползло Ну и что Они Ослабили И все И как Они успели Отбежать Потому что Отбежать Там сарай У них И дом Дом Какой Был Вы Молодые После Войны Ну Во всяком Случа До начала 60-х Годов Литые Делали Опалубку Деревянную Смешивали Ножи Тогда Все На угле Было Шлак Ножи Завы От котельных Было Очень много Смешивали Это с цементом Ну кто Песок Добавлял Кто Нет И это Все Если Конечно По Грамотному Это делать Если Шлакоблочные Кирпичи Там Твердосплавом Сверлом Не Долж А если Конечно Там То И Видимо Это Все И как Это Все Ухнуло И Эту Фронтовичку Осколком Люстра Зацепил Руку Поранило Там Конечно Больше Шоку Было Ну приехали Ахов Три дня Туда Выезжали Ну в конечном Итоге Они все Поняли Успокоились И прочее Ну это Частный Сектор А так Конечно Вот Машзавод Вот где Вы жили У вас Кирпичный Дом А вот Допустим Через Дорогу Ну да Они же Все Шлакоблочные Двух Там Это Даже Трехэтажные Дома Есть Да Это Шлакоблочные Просто Штукатуренные За счет Штукатурки Они Где родился Вот Но там Конечно Очень много Домов Особенно Где дворец Рядом Со дворцом Хозяин Хозяин Все таки Нет Немцы Строили Кажется Ну Немцы То строили Но они же тоже разрушаются На вид то они Крепенькие Вот Они так это снаружи Кажется Да А вот у недели Там лестница деревянная Там это все Сгнило Да Вот я же Даже где хозяюшка Дом Рядом со дворцом То Даже там Если зайти То там Тризнаки есть Делал с 25 лет На 40 лет А сейчас по-моему Вообще Приписал просто срок Да Срока Давности нет И вот там есть один дом Очень Так сказать Несчастный Самый последний дом На квартале Уже к марш-заводской больнице Туда Его бы надо было строить Или на сваях Или вообще не строить Там за счет Местности Там типа баланса Да И поэтому в подполье В техническом Там все время Все это Ну А бетон-то Использовался Для Не Как для Гидроэлектростанций Ну Да Да А бетон Для Обычный А бетон Для жилья Поэтому он Начинает уже От этих всех условий Вредных Не дай бог А что такое Фундамент поползет Это Пятиэтажный дом Может В одной части Как он мост В Соединенных Штатах Ну и что Есть выход Есть выход Из положения А как У них Нет Вообще В плане В плане Ветхого жилья И первого места В области Вот у нас По узловой Здесь в последнее время Поставили напротив дворца Может видели Десятиэтажный дом С мансарда Долго его строили Правда И прочее Вот Ну поставили Кос стоит под углом Да Ну поставили А тут Конечно Там же были какие-то Пятиэтажки что ли Нет Там все Одноэтажные были Одноэтажные А да 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 Там были Четыре Куйбышевских улиц И прочее Вот Потом вот здесь В центре города Пост Заканчивают Четвертую свечу Как они называют Или четвертую башню В центре города Там 45 квартир Дополнительно И прочее Но это все равно Они те темпы Которые Покрытие Это еще Значит Была первая школа Может помнишь На Первомайской Старая Старая Там сейчас пустырь На этом пустыре Собираются построить Трехсот семьи Четырехквартирный дом Уступчатый Пять Семь и девять И в плане Он красивый Он с галтелями У него не прямые углы А галтельные И прочее Все это хорошо Но самое главное Что Он кирпичный И когда вот совещание было У заместителя губернатора А где каменщиков Брать Каменщиков Их 20 лет Последних Никто нигде Не готовил Их просто В природе Нет На такие объемы Вот что дело А и железобетонных Конструкций А как строят Другие города Где их берут А где везде Где их берут Ну где А у 17 И нигде Особо не строится В Москве Конечно Самоучки Так а вот Сейчас все каменщики Исчезли Из В частности Саратова В Сочи Вот в Сочи Сейчас все сгоняют туда Всех строителей Всех шабашников Всех тех Кто маломальский Что-то из себя Поставляет Как мастер Их всех сгоняют туда На заработки Причем Такие уж там Великие Железобетонные изделия У нас на прошлой неделе Последний завод Закрылся В Тульской области Больше у нас Сборного железобетона Не изготавливается На территории Тульской Раньше у нас И в Донском был И в Новомосковске Был эти Лезобетоны А кирпичный завод Жи был вроде Был Ничего Там Потом Она сейчас Стройдеталь Называется А стройдеталь В банкротстве И она в банкротстве Потому что Нерентабельно То что А по другому У них не получается Он ушел в банкротстве У нас даже сейчас Пластик И то На банкротстве Пластик проезжали Тоже такое предприятие Там каждые два года Меняются Директора АДС АДС Теплиц Пока Там Самые низкие Заработки В городе А что они делают У них профиль тот же Или что-то Что-то перепрофирировалось Вот эти Станции Какие-то Они Делают На работе Наверное Ну то же Госзаказ Какой-то Памятный И Небольшой Такой Поэтому Ну мы прямо Проехали Мин Проходной Народу Там мало Осталось Но там такое впечатление Что там вообще Как-то Какое-то Разбомбленное Здание Нежилое Признак жизни Более-менее Как-то Они еще Делают Вообще Удивительно Если это называется Более-менее Теплица Это ужас И что На железной дороге Здесь тоже Резко Объемно Конечно Перевозок Сокращены Поэтому Там и сокращение И прочее Ну здесь Что Почему сократили А? Почему сократили Возить нечего Нечего Возить Да Я даже Вот по себе Вот сейчас Я в отпуске Ураган какой-то Ужас просто Камазы Лужи Грязь Ночь Ой, мразь Да Приезжайте вы к нам Приезжайте вы к нам До свидания Почему вы везде не приехали А действительно Не Ну мало ли Мало ли какая оказия Окажется Приезжайте Посмотрите По всякому Жизнь может повернуться Поэтому Там открыта машина Ну там хорошая Ну до свидания До свидания Все Слышит Да, мой бедрисный Какие-то там И какой-то Телегон И все Тут же Не боишься Да Мне кажется Что Сейчас Еще 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 И Заслышимся Нет Я Впал Все Тебе болит Все Должен Не спал Хотя Он Тебе Тебе Гуляет Тебе 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 Продолжение следует...